надо кстати ребята мы забыли сказать про цену цена обошлась нам гораздо дешевле даже чем паскартный всего лишь за 2002 даже 1099 до 1999 без рубля короче прогулочка по воронежа вилляшка родина твоя идем за кипятком в третьем все мы идем сюда кипяток нам кипяточка можно раздобыть а уже там мы еще не остался кипяток мы попробуем попробуем да кому это мы современный вагон они лучше чем старые гораздо или есть какие-то свои минусы минусы вот то что чайников там я помню то что все-таки титан был до в каждом вагоне здесь этого нету или просто это именно именно это такой поезд очереди никакой в туалете вот это вот условие я понимаю что это значит сервис еще хочу добавить да то что именно мы изначально планировали отдыхать ехать в крым и хотели ехать на и двухэтажном поезде то она по ее с девушкой как раз пообщался она говорит так этот горит поезд горит ходил раньше до на пыму вчера горится на по приехали и вот короче говоря его сейчас перегонять в адрере и там отставит в адрере и в итоге этот поезд будет ходить насколько я понимаю когда вот откроет мост крымский уже ржд он будет ходить туда всем привет сегодня мы уезжаем на поезде сочи но с левой стороны это не наш поезд наш поезд вот это сейчас мы заодно как проведем маленький видеообзор поедем на верхней полочке на верхней полочке короче посмотрим какие-то плюсы и минусы все это дело попробуем рассказать и показать в общем-то погнали а и Субтитры сделал DimaTorzok В принципе, вполне спокойно пройти можно. Кулер. Кулер, вода есть на месте. Все работает. Все ты нашел наше место? Окей, заходи. Так, мы в общем, ребята, вот. Друзья, заходим, короче, мы к себе. Вот такой вот у нас типа номер, кондиционер, радио. Это тоже светильники. Я смотрю, как будто камеры открыты. Чемоданчик мой, в принципе, вошел спокойно сюда. Я только говорил, что они типа такие вот, как у меня чемоданы, не ходят. Нет, все нормально. Там видно две розетки под столиком. Но это мы снимем лучше завтра с утра. Сейчас плохо видно. Ну, все чистенько, аккуратненько. Пока немного душно просто, да. Еще пока кондиционер не работает. Ну, вот, в общем-то, на втором этаже здесь вот такая-то, да, система предусмотрена, короче, от USB-портов. Можно также заряжать телефоны. Там планшета, что угодно. Тут регулируется, кстати, я так понимаю, кондиционер. А, это регулятор громкости, нет. Это регулятор громкости. Кондиционер, к сожалению, наверное, не можно регулировать. Это все делается только проводником. Вот еще один светильничек. Дополнительное освещение как бы. Да, мне кажется, вот эти кнопочки включены, они разве не блокируют? Ну, вот, вот, вот. Нет, это вызов проводника. Вот здесь вот есть кнопочка такая. Нажимаете вызов проводника, и он приходит. Здесь? Открыть-закрыть. То есть такая штука. А, вот она, да. Вот еще освещение, да, вот она. Вот она еще дополнительно освещение. Медведь как огнем у нас здесь стало. Еще шикарно. Там единственное только светильник, ребята. Вот один недостаток, это то, что уже вагон-то не новый. Естественно, уже ему года, наверное, два, три, может быть, даже Олимпиаду пережил. Люди-то разные ездили, сломали, походу. Мамочка отвалилась. Когда общий свет выключили, чтобы не мешать никому, включаешь вот это, и тебе светит. Ну да, оно все правильно. Да, да, да. Именно так. Когда ночью кто-то спит. А вот она, короче, вот эта вот плесенька у нас получается, да? Вот так вот она накидывается. Это, короче, вот типа лесенка. Вот эту штуку опускаем. И вот она получается лесенка. Зафиксировать надо. Вот, зафиксировать. Вот, зафиксировали. Очень удобно, кстати. Ну да, и вот, да, хопа-хопа. И вот поднимаешься. А вот, ребята, еще показать забыл. Одну штучку такая вот здесь вот тоже немаловажно, наверное. У кого есть такие электронные карты, я так понимаю, открыто-закрыто. Это должны выдавать проводники, само собой, да. У нас их нету. У нас, в принципе, вот в ручном режиме. Вот сейчас закрыто. Вот так, дайте мне здесь вообще просто рай. Здесь вот комплект лежат. Два комплекта. Один. А вот он второй. Одеяльце даже есть. Можно, в принципе, накрываться, если холодно от кондиционера будет. У меня такие вешалочки здесь холодно. Да, она небольшая, но... Слышал, очень уютно, по-домашнему. Комфорт. И самое мне еще порадовало, это вот этот вот кулер. Это прям вот для Андрея Владимировича только ездить на таких поездах. А мы воды набрали, всего 4 литра. Никто из блогеров не показал, кто до этого снимал, что есть кулер. Да и ладно. Я просто показать зеркальце такое. Смотрите, ребята. Вау. Слушайте, шикарно просто. Здесь можно и сексом заниматься, и на себя любоваться. Такой эксбитционист. Рай для эксбитциониста. Классно, вырадует цена. А, цена, да, кстати, ребята, мы забыли сказать про цены. Вот цена обошлась нам гораздо дешевле, даже чем паскартный. Всего лишь за 2000, даже 1099. Да, 1999. Ну, без рубля, короче, 2000. Поскольку, типа, я даже не знаю, типа, акция была. У этого поезда динамическая цена образования. То есть, она может меняться, как в течение часа. Добрый вечер, уважаемые пассажиры, уважаемые провожающие пассажиров. К вам обращается начальник пассажирского поезда, кануника Денис Алексеевич. А мы его уже видели. Хочу отметить, что наш поезд отправится через 10 минут. Поэтому провожающие, пожалуйста, медленно, уверенно выходим из вагона. Билеты, документы пассажиров собой не забирают. Едем! Провожающие, пожалуйста, выходим из вагона. Документы и билеты отъезжающих пассажиров собой не забирают. Мы приветствуем вас на борту нашего, типа, лайнера. Я забыл вот это вот еще добавить. Было бы интереснее. Это как, ребята, как будто где-то в самолете. Он тоже так же представился. Пристегните ремни, сейчас помчимся. Не, он же тоже представился. Да, начальник поезда. Начальник поезда. Окей, молодец. Так держать. В общем-то, все. Пока еще абсолютно все нравится. Посмотрим, как он будет ехать. Не будет ли нас тут как-то шатать. Потому что мы на втором этаже. Некоторые говорят, будет убалтывать, да, второй этаж. Ну, в принципе, тут человечек вот стоит. Как бы так вот сверху. Поедем, покажем. В принципе, я не сказал, что очень сильно высоко. Просто если на верхнюю полку залезть, тогда с верхней полки не будет видно окошечко, как вот мы принято на других обычных поездах. На верхнюю полку заводишь и смотришь в окошечко. Там можно даже было открывать окошечки, старые поезда. Здесь уже все. Хотя здесь тоже можно открывать, да? Да. Вот поднимаемся. Тут такая ручечка, в принципе. Не сказать, что очень-очень комфортно подниматься, но, в принципе, комфортнее, чем на обычном паскарде. Комфортнее? Ну, знаешь, вот эта вот пигня, как бы под окос попадаешь, да? Крачный такой вариант. Как, здесь вот камера кругом, видеонаблюдение, температуру показывает наружную 16. Время, это уже ночь. Какой-то у нас не спуск по лестнице. Здесь вот как раз сортира находится. Уже видно, что не новенький такой поезд, но, в принципе, все еще достаточно все прилично. Розеточка, как обычно, под бритву. Мыльца. Мыльца есть. Освежитель. Нормально так все. Все цивильно, короче. Все пока еще. Замечательно. А вот туалетных подкладок уже нет. Все, в принципе, кременезаприченную штраф до полторы тысячи рублей. Вот так вот, ребята. То есть, клещикам здесь, конечно, не ась. В чем еще, друзья, отличие от обычного поезда? Здесь есть душевая кабина поезда. Она располагается в седьмом вагоне, короче говоря, и нужно обратиться к проводнику, там, подойти к седьмому вагону. В общем, стоимость будет стоить 150 рублей. Все работает. Слушай, а может в душ завтра сходишь, если хочешь? Не хочешь садить завтра в душ? Не знаю. Если смотреться так, это можно будет заснять. Уникальный контент будет эротического характера. Я думаю, сразу наберет просмотров. Так что смотри. Вместе пойдем. А там же можно вдвоем ходить? Как в баню. Возьмем еще с собой венечек, попаримся. Это уже не едем в вагоне, боковые места. Зато экономим рублей мы у полста. Вот до места мы доедем, тогда их пропьем. Бутылка вина и мы только вдвоем. Здесь уже сервис, ребята. Просто реально. О, всякие кнопочки. А это не кнопочка, это скрытая камера. Это типа они сказали, что это. Поняла функцию? Это вообще просто замечательно. Единственное мое мнение личное, когда в пласткарте едешь, как-то более весело, что это кажется. Здесь как-то немножко сущновато на первый взгляд. Ну, по-своему. Нет, я лучше буду здесь. Ты да? Ну, для людей, которые не любят контактировать с незнакомыми людьми, то он... Вдвоем комфортно. Вдвоем комфортно? Чем дети не мешают. Не, ну подожди, мы еще не вдвоем. У нас еще могут подселиться пару человек. Но поживем, увидим. Вот, в общем-то, Юляшка, твои первые впечатления от вагона. Как? Ну, у меня только положительные. Несмотря на то, что он уже не совсем прям новый, но мне очень нравится. Во-первых, тишина. Никто вот это не ходит мимо тебя. Да, плацкарт по-своему хорош. Там знакомишься, можешь познакомиться, но в плацкарте много минусов. Все сидят перед тобой, кушают. Там дети бегают. Есть дети очень послушные, а есть очень баловные, которые и спать не дают по утрам. Люди носятся мимо, каждый в туалет. Кто там в шесть встает, как в пять. Поэтому здесь вот эта вот тишина, конечно, ощущается. Балдежно, да? Слушай, да еще и за эти деньги, которые мы взяли, нам просто крупно повезло. Практически даром. Даром, да. В общем-то, едем, кайфуем. Спокойной ночью. Вот мы, ребята, уже доброе утро всем. Приближаемся город Воронеж уже. Уже Воронеж. Родина твоя? Да. Ну, частично. Частично? Красиво как здесь, а? Там циркушечка. А мы далеко, мы шли. А мы на втором этаже. Что за Воронеж? Это какой? Воронеж один или они били? У меня еще один. У меня еще один. Сколько мы здесь стоим? У меня 35 минут. 35 минут. Ура. Короче, вот выспались только что. Надо кофеечка, не надо. Вот только где Титан, надо еще пойти разобраться. Все, теперь мы идем в поисках. Идем в поисках Титана. Титанище. Титаник. Где он у нас находится? Хочется кофейку потечь. А может быть здесь где-то? Прогулочка по Воронежу. Виляшка, родина твоя. Идем за кипятком в третий вагон. Наш вагон, короче, переобороны. И остался только кулер. Вот это минус, да? Это тоже небольшой, но минус. Но все-таки с утра вот бегать так вот по вагонам с кружкой с кофе как-то не совсем по кайфу. Хорошо то, что мы сейчас стоим. Ну, ладненько. Нам кипяточка можно раздобыть? На станции нет кипятка. То есть у нас электричества сейчас нет. А, там еще не остался кипяток? Ну, если остался, я просто не пробирала. Мы попробуем, попробуем. Да, мы оттуда отшедем. Вот он, чайничек. Тут один чайничек через вагон нам. Хватит? Не хватит. Главное не может, не обжорчите. Это моя кружечка, ты в курсе? Да мне все равно. Сейчас руки обожжем, шнурша. Я снимаю. Все, ребята, вот такой же вагон. Тут такая микроволновая печь. Ну, в принципе, они везде кипятят. Мы будем как бы последним вагоном, да, у нас получается? Вот, ребята, мы сейчас будем в последнем вагоне, наконец-то. А то мы ехали впереди, как-то бы унивать. Теперь можно будет через это маленькое окошечко наблюдать с дорогой. Еще какой-то поезд подошел в соседний. Москва-Адлер. Ну, вот, короче говоря, ребята, только что надыбали копеточку, как вы это, собственно говоря, уже увидели. Вот. Но каждый раз, конечно, это минус такой все-таки бегать. Допустим, заварить вот эту фигню. Тошираки, всякие менюшки, так называемые, да, это поезд. Говорят, уже больше ходить не будет. Направлением Москва-Адлер. Теперь он останется где-то там, будет ходить, наверное, возможно. Да, скидка огромная была, потому что вот такой вот вагон нам всего обошелся с человека 2000. 1999 рублей с человека. Это немыслимо просто по сравнению даже с паскартом, потому что паскарт нам обошелся 3000. Мы даже билеты сдали с паскарт. На три с чем-то, да, у нас, по-моему, вышел паскарт? Три двести, что ли? Мы тоже по акции. А, мы тоже по акции, да. 990, но мы даже выгоду приняли, поменяли полторы тысячи. Да, да, еще и плюс в плисе остались. Так что так. Власть есть преимущества какие, да? Тебя с утра никто не будил. Не будил. И вообще, кстати, спалось. Обратите внимание, хочу, что очень замечательно спалось. Правда, единственное, только сны кошмарные начали сняться под утро уже. Почему? Ну, откуда? Ну, вот, ребята, вот это как речка, Юля, называется? Да я точно не знаю. Как ты, как вискорсоветы, этот город должна уже наизучить, была наизусть. Вообще водоохранка здесь. Водоохранка. Возможно, даже водохранилище, да, какое-то ваше? Ну, да. Ваше. Юля уже почти отсюда родом. Я просто не помню. Воронеж. Ну, по какому это? Я помню. Возвращение запрещается распить алкогольных напитков. Микрофон нас перебивают и дают нам сделать репортаж. А также употребление различных устройств, которые предоставляют них один. Да, это мы проезжали все-таки, как его называют, водоохранилище. Прямо какое-то маленькое море. Да, только оно такое грязное. Грязное, говоришь? Ну, даже, но есть люди, которые там купают. Так, ну вот, ребята, вот мы сейчас выходим здесь. И чем еще немножечко такое можно сказать, даже минус. Вот моя голова, короче говоря, да, и чтобы мне, короче, в окошко посмотреть, это мне надо вот так вот сделать. Ну, я не считаю. Ну, это больше для маленьких детей, конечно, подходит. Ладненько, идем дальше. Вот, идем дальше, пошли. Вот, смотрите. Здравствуйте, доброе утро. Сегодня соцопрос проводим. Скажите, пожалуйста, как впечатляет ли вас вообще здесь нахождение в этом поезде? Наши соседи. Соседи по подъезду. Парни с прыщавой совестью. Юляшка застеснялась, убежала. Она стесняется пассажиров, поэтому мы едем тоже в Москву. А вы куда едете? Да, нет. А вы куда едете? Пойдем дальше смотреть. Здравствуйте, пассажиры. Как вам нравится наш поезд? Обалденно. Вот, даже нам оставили буквишко. Вот, ребята, здесь это вообще замечательно. Окошко даже открыто. Кстати, мы можем тоже окошко открыть. Ну, примерно, как видите, везде все примерно одинаково. Также кнопка проводника вызова. Учера на сегодняшний народ очень мало. Мы практически, у нас люкс. У нас с тобой люкс. То есть мы едем одни. Индивидуальный вагон, короче. Представляешь? Вот такие вот дела. Вот сюда, короче, вот, если вы уходите куда-то, преподносите карту, просите проводника. Ну, вообще, индивидуальная карта должна быть у каждого. Но здесь сейчас, в данный момент, нам почему-то ее не выдали. Поэтому проводник закрывал вот на самом, на такой ключик у нее специально. Если вы уходите за кипятком, там, допустим, в третий вагон. Потому что в нашем вагоне его нету, но кулеры есть. Так что, вот такие вот дела. Ну вот. Здесь у нас нижняя температура. Внутренняя температура 21 градус. Так. 10,02. Наружная 23. В принципе, ненамного отличия. Зеркальце мое, скажи. Спускаемся вниз, туалет, короче. Пойдем сейчас в туалет. Ну, туалет, в принципе, показывал вчера. Ну, и здесь первый этаж. Это уже первый этаж. В принципе, я считаю, тоже ненамного отличается от верхнего этажа. Все так же. Так же USB-порты везде. Здесь как-то прохладнее, мне кажется. Вот микрофон здесь сверху на потолке регулируется. Ну, втором этаже здесь поинтереснее. В плане, вот если вы лежите на верхней полочке, если вы лежите на верхней полочке, то можно смотреть в окошечко. В принципе, что лишены возможности и на втором этаже в верхней полке. Так же ящичков здесь нету. Все приподнято, как в старых поездах. Были такие вот ящики. Здесь их нету, они не предусмотрены. Ну, ладненько. О, домик какой-то проезжаем интересный. Практически вообще народу никого. Вот тут номера тоже свободные. Я говорю, у нас индивидуальный практически полностью свободный вагон. Едем по матушке России. Очень много проезжаем. Все это Воронежская область. Здесь тоже, по-моему, свободные места. Абсолютно. Здрасте. А вот еще вопрос такой. Здесь микроволновка, я видел. Она работает в микроволновке у вас? А как это вот вообще, допустим, вот если я кружку возьму, поставлю с водой, можно же подогреть ее, в принципе? О, можно же правильно, я тоже подумал об этом. На 5 минут где-то поставить ее, да? И будет кипяток. О, отлично. А как заходить? Просто к вам обращаться? Да. О, сейчас тогда кипяточек, тогда еще принесем. Заварим там в тушерах. Окей? Ну, уже чайник появился на соседнем вагоне. А, даже до соседнего вагона? Да. Далеко ходить не надо. Спасибо. Ладненько. В соседнем вагоне, говорят, ребята, чайник появился. Ура. Так что не надо будет возвращаться в третий вагон идти. Все гораздо проще. Покушай, курочки, ребята. Вот у нас сейчас намечается завтрак. Вот такой вот чайник принесли в соседний вагон. Это уже огромнейший прогресс. Поэтому не так придется, не придется третий вагон тащить. Слушай, ну, виднеется, что все-таки признаки осени. Вот там все пожелтело. Там за окном так видно немножечко. А мы едем в бархатный сезон в Сочи. Завтра готов. Покушай, курочки. Это мы листик подъезжаем, да? По-моему, да. И вот, ребята, вот мы уже прокатили Воронеж. И Воронежская область продолжается. И как бы теперь Лиски. Лиски, город Лиски. Ты там жива, да? Да, родной, да, основной город. Родилась здесь. А, родилась Юляшка в Лисках, оказывается. Сейчас подойдем поближе, посмотрим. Интересно? Вот, я люблю Лиски. Я люблю Лиски где? А, вон, да, да, да. Я люблю Лиски, точно, мы в Лисках. Я узнала, но многое изменилось, уже давненько здесь не было. Давно не было, да? Вон, большой торговый центр. Это где? Торговый центр, вон там? Ага. Вон то здание, понял. Продолжается наша такая поездочка. Мы достали ноутбук, чтобы как-то с край слуха так немножечко скучновато ехать бывает иногда. Но нам больше нравится, чем когда народу больше. Меньше народу, больше кислорода. Come on, everybody, ребята, мчимся! Танцуют все! Ну, мы сакаренизывайте. Да, пофига. Вдвоем. Едем в последнем вагоне. В общем-то, едем в последнем вагоне. Вот вот окошечко такое у нас. Блин, поха, то что оно немного грязное. Были в первом столе, последнее. Сейчас мы проведем маленький эксперимент, возьмем стакан воды. И включить ее там. Сколько вообще проводникам надо обучаться? Год где-то, да? Или больше? Ну, третий разряд. Можно 3 месяца. 3 месяца? Да, сдаешь курсы. Экзамены. Медицинские. Если едешь с ней, проходишь. Ну, в общем, занимает. Чтобы ко всему подготовить. Где-то 4. 4 слоя на месяц. Ты уже вообще будешь в совершенстве, как бы, да, владеть? Ну, надо еще экзамен сдать. Сдачу экзамена обязалов, да? Да, там он не один. Потом. Это на третий разряд есть. На четвертый разряд. Там еще больше. Ну, там уже люди. За границу едут. А, за границей там уже другие требования, да, как бы, получается? Там, естественно, и знаний больше надо. Слушай, ну, поедем к современному, я смотрю, вагонам. Тут, блин, тут вообще столько электроники. Для меня, это вообще, человек, как бы, несведущим, в этом, блин, прям реально растеряться можно. Нагреватели, что только нету, насосная печь, там, блин, станция, вон, насосная печь, МВР, вот, микроволновка, наверное, вот это, да, да, да. Вот, мы ее, как раз, включили, микроволновочка загорелась. Вот, отлично. Время, мы с вами будем сейчас взорваться. Все это работает, короче, так что можно будет, в принципе, стаканчик свечу принести сюда, поставить, чтобы не бегать третий вагон. А девушка кричит, там, печальник пассажира, говорит, и то ли она придумала, это специально, ну, нет, печальник пассажира. Да? Я думал, просто не хочет с нами вообще, ну, как лишний раз, чтобы я не дергал. Вон, ребята, что-то ничего не продается, уже все раскупили, или просто ничего не закупалось больше, да? А что, на полном срезе, он последний раз, что ли, едет этот поезд по этому маршруту, да? А потом, когда будет? Ну, я не знаю. А куда будет ходить вообще? В Меретинской бухте там, что ли, останется? Ну, мы знаем, что он на бодилере останется, и все, и больше, на бодилере здесь. А, больше никакой информации нету, я понял. Ну, все, утренний кофе готов. Нагревается? Да. Ну, отлично. Три минуты, а куда нажимать, чтобы запустить ее вот за это, да, обычно? Ну, три минуты, сейчас. Ну, все, окей. Как зовут? Забыл? А, вот. Владимир. Владимир, давай, все, погнали мы дальше к себе. Да, здесь погодка, конечно, отличается. Ну, вот, ребята, последний вагон наш. Вот, сейчас мы движемся в том направлении. Управление Соши. Сочи, Соши, я уже все договорился. Я просто считаю одновременно Россоши, где мы остановились. Так, ну, вот, ребят, короче, сейчас такая фишка. Вот, ходил, наливал кофе, да, в третьем вагоне, поскольку у нас один чайник на три вагона всего лишь, и пообщался с проводницей. Ну, девушка молодая. В общем-то, я так между делом спросил у нее, почему же такие цены-то, говорю, как-то странные, очень дешево. Она мне объяснила, в чем, собственно, как говорится, для нас это не проблема, а в чем, собственно, весь секрет. Оказывается, этот поезд порожняком вообще, по идее, должен был уйти из Москвы в Бадлер, просто пустым он должен быть. Но руководство, видать, решило по-другому сделать, то есть немножечко денег подзаработать. И они за последние 2-3 дня буквально вот выложили предложение, что якобы, вот, ребята, вот, давайте подзаработаем. И, естественно, цены удивительные были. Поначалу цена была где-то 4,5 тысячи на купешку, на СВ где-то около 8 тысячи, и потом в итоге где-то скинули прям моментально 1999. Юля как раз все это дело отслеживала. А, еще хочу добавить, да, то, что именно мы изначально планировали отдыхать, ехать в Крым, и хотели ехать на двухэтажном поезде до Анапы. И там тоже была... И с девушкой как раз пообщалась, она говорит, так этот, говорит, поезд ходил раньше до Анапы, мы вчера, говорит, с Анапы приехали, и вот, короче говоря, его сейчас перегоняют в Адлере, и там отставят в Адлере, и в итоге этот поезд будет ходить, насколько я понимаю, когда вот откроют мост крымский, уже РЖД, он будет ходить туда. Да, вот когда в Анапу запустили этот двухэтажный поезд, так и писали, была информация, что, скорее всего, его потом в декабре запускают в Крым. Да, да. Вот, поэтому мне очень хотелось на нем проехать, и там тоже было динамичное самообразование по 2400 столь билета. Да. Поэтому я хотела поехать. Я это не стал фиксировать на камеру, поскольку у меня телефон был все это время на зарядке, да и девушка бы постеснялась, естественно, говорить бы, скорее всего, поэтому я решил просто передать эту информацию, как говорится, из уст в уста. Да, и такая рекомендация, не ленитесь, даже если вы купили билеты, следите. Да, у нас уже изначально были куплены билеты, самое интересное, на руках уже были билеты на Паскар за 3000, да? Ну, самый топ акций мы взяли за 3000, поскольку там вообще акции, то есть без акций, они стоят 3 300, 3 500 где-то, короче. Да, минимум 3 500. 3 500, вот, видишь. И по акции мы нашли там где-то за трешку Паскар, а тут хоп, и есть такой вариант, прикиньте, последние там 2-3 дня, вот отслеживаю Юлю, молодец, а так бы просто бы не заметили бы этот поезд, поскольку на руках уже билеты были. Мало того, что мы в хорошем поезде едем, так еще и полторы тысячи назад вернули. Полторы тысячи еще, самое интересное, вернули назад, как раз это нам как раз на еду. И единственный минус то, что, да, чайник, потому что один чайник на 3 вагона, вот мне приходится за 3 вагона бегать, вот, наливать вот это вот кофе. Но это почему? Потому что, говорит, все вот это оборудование, ложки, вилки, там, говорит, все вот эти термостаты, вот эти вот чайники, они все скинули в Москве и перегоняют просто пустым практически поезд туда. И вот там что-то у кого-то осталось, да, какой-то один чайник на 3 вагона, вот, и все. Ну, кстати, сейчас-то такое очень часто возможно, потому что сезон заканчивается. Сезон заканчивается, да, да. Но никакого здесь развода, ничего не было На самом деле, изначально мне казалось, что это какой-то Мошеннический трюк, да, прям вот Не, ну не верилось изначально, что вот такой поезд Хороший, купенный, новый абсолютно, да Я думал, сейчас я придем, я даже сомневался до конца Думал, сейчас какая-то разбитая корыта, какой-нибудь влезем Там может быть весь битый-перебитый Я же тебе рассказывала, что существует акция у РЖД Которых мало кто знает То есть, по сути, это как бы подарок РЖД нам Такой получился Если бы они выложили бы эти билеты за месяц, за полтора То, конечно, бы все бы тут были И даже на верхних полках были бы места бы забиты А мы едем вдвоем, и у нас полное купе Свободное Супер, да Супер, вообще замечательно И нету людей вообще в очереди никакой в туалете Вот это вот условие, я понимаю, что это значит сервис В туалет идешь, все кабинки три свободные Вот тут есть, по-любому, идеальный комфорт Конечно, в этом и складывается То, что ты тихо едешь, как говорится Ну, может быть, кому-то скучно будет, если он один едет Нам нормально, вполне У нас ноутбук, вот здесь вот рядом, музыку включаем Так что все хорошо Водненько Всем пока Вот и приехали, в общем-то, мы на море Красота Пляжи пока дикие Тут такие вот вдоль железной дороги идут Но бывает даже иногда попадаются нудисты Кстати, вот видели Абсолютно голые люди купаются Один закрыл книжкой Книжкой закрыл, да? Ну да, а то, что все камеры достали И начали снимать, наверное Мы-то едем в последнем вагоне Наверное, эту тему фишку просекли Чтобы потом уже попасть куда-нибудь на ютуб Вот, смотри, какие птицы Бакланы Мы едем в первый Бакланы, чайки Поменялись, что мы едем везде Ребята, виды, виды, виды Вот это вот мне нравится То, что когда вот едешь в Сочи Вот первый раз, когда я ехал У меня аж дух захватывал Сейчас это уже воспринимается Более спокойно как-то Но все равно, все равно прикольно Да? Ты вообще, наверное, в шоке От того, что возле моря едем Почему я там? Ты ездил раньше? Конечно Именно вот так вот ездил Прямо возле воды Такое ощущение, знаете, ребята Что вот мы на двухэтажном Типлоходе плывем По морю Вот если еще вот так вот Попадаешь, отойти Вот так вот Вот так вот встать Сесть вот так вот И сидеть за столом Вот видите, какая представляется Картина, да? Мы едем Мы плывем Мы ходим, говорят Моряки, мы, говорят, ходим Плывите вы нахрен Ну вот он Знаменитый вокзал в Сочи Такой же, кстати, находится еще В Симферополе Один к одному прям Были ты А это в автовокзал, да? Они Это да, это автовокзал Рядышком находится А это А за сколько вы сдаете? А? За сколько сдаете? Я люкс-квартиру сдаю Сама хозяйка За две тысячи А, не, ну Люкс мы не потянем Не на одного Я понял, понял Не, алмазы у нас дешевле Яблок Все, прием Да, все, сейчас Оставайся на Комсомольском Одиннадцать дает Да, вот кинотавр справа Слева вернее Слева Да, да Кинотавр КВН еще раньше проходил Поверните налево А, жемчужина вот здесь вот Вот он, вот он, да Ну, старое, да Такое савдоповское здание уже Ну, там номера тоже Там номера все равно Бешеных денег стоят Какой-нибудь парадис Ну, да Вот так вот, ребята Мы уже почти на месте Короче, где-то вот здесь Вот мы будем жить Судя по всему Судя по всему